Привет-привет, ребята! И вы на канале Играем Серочка-Инфо. Ребята, сегодня я очень расстроена. И не только я, и все мои детишки, все мои куколки любимые, потому что у нас сегодня печалька. Сегодня так жарко на улице, все играются, выходят на улицу, зовут меня, но у меня нет настроения, потому что у нас случилась беда. Смотрите, все сюда собрались, и Амелинка, и Ульянка, рассказать вам нашу печальную новость про ихнего брата Сережку, моего первого болиборна, мои первые куколки. Мне так печально вам об этом рассказывать, но вы должны знать, мне нужен ваш совет. Смотрите, вам видно, что с ним случилось. Мне его так жаль. Слушайте, что с ним произошло. Я помню, как я с ним игралась, как ждала я себе новую куколку. У меня тогда еще не было Андрюши, не было братика. И родители решили сделать мне сюрприз, как так знали, что я очень люблю куколок, и хотела себе очень сестричку или братика. Подарили мне Сережку, этого прекрасного болиборна. Я была очень рада, очень. Но смотрите, что с ним теперь случилось. Всем привет. Сегодня день защиты детей и 1 июня. На 1 июня у меня вот такой подарок. Я прыгала на батуте, и одна девочка прыгнула на мою руку. Мы пошли в больницу, и я два раза проходила рентген. Первый раз мне только пальцы сфотографировали, а потом уже руку, где болит. Потом доктор сказал, что надо забинтовать руку. Мне поставили бинт на руку, и сейчас так болит рука. Возле меня сидит Сережа. И я думаю, как же я буду за ним ухаживать. Вы знаете, как болит рука, когда у тебя гипс. Ох, Сережа, Сережа, не дай бог у тебя будет гипс. М-м-м-м-м-м. А вдруг у него тоже будет такой случай? Что же тогда буду делать? Буду похожа на Сережу? Нет, лучше Сережа будет в целости и сохранности. Пусть я буду ходить с гипсом, но не он. Каждый день после распаковки моей куколки, моего Бобби Борна, я думала, пять дней я думала, как его назвать. И придумала его назвать Сережей. Ему очень подходило к лицу. Его голубые глаза, они такие красивые. Кстати, ребята, я помню, 5 октября, его день рождения, 5 октября. Я за ним очень ухаживала, я его кормила. Спрашивала маму, потому что сама еще была мала. Мы за ним очень тщательно ухаживали. Была такой маленькой и глупенькой, что оставила своих старших игрушек за ними присматривать. Еще у меня не было ни Амелина, ни Ульяна, говорю же. Но Сережа был первым. Но теперь смотрите, что с ним произошло. 10 декабря у меня день рождения. 7 лет у меня было. 11 декабря подарили мне для родителей Амелину. Они мне еще тогда, когда Сережу подарили, обещали, что у Сережи обязательно будет сестричка. Еще Амелина не было. Как Сережа стал знаменитым. Все эти видео благодаря Сереже. Мы с ним начали снимать это все. Мультики, как я за ним ухаживаю. Мне это так нравилось. И Сереже тоже. Он до сих пор снимается. Но с ним такое случилось, бедники. Нам его так жалко. Вот и Амелина. Они вместе снимались, дружили. Были брат и сестра. А он красавец. Красавец, но голодный. Очень голодный. У него тоже есть смесь. Да? Побольше он же. Мальчик, ему побольше надо смеси. Так, на, попей. Если ему не налить воды, Он не съест ни капельки смеси. Простите, если вы слышите, как капает дождь. Но у нас не очень хорошая погода. Потом, вот и Ульяна. И знаете, она в ноябре была, тоже 5 ноября. Сережа 5 октября, а Ульяна 5 ноября. Была так рада. Ведь она будет, она такая большая, она получается младше. Но я сказала, что Ульяна пусть будет старшей. Наконец-то я улыбнулась. И все благодаря вам, ребята, что я могу вам высказаться. Вот, Ульяна теперь. Ульяна, Амелина, Сережа, все в сборе. Но мне так его жалко, ребята. Если у вас такое было, напишите в комментариях. С любой куколкой и самой любимой. И с любой, с любой куколкой. Напишите в комментариях, возможно. Или как-нибудь приклеить. Почините ему голову. Смотрите, все у него тут разваливается. Мне его так жалко. Я его так любила. Представьте себе, у вас такая родная куколка. Первые ваши, Бибиборн, вы первый раз почувствовали себя настоящей мамой. И тут бабах. Я за ним так ухаживала. Нет, ребята, не подумайте. Это не я сделала. Недавно ко мне в гости приехали мои братики и сестрички. Младшие. Они были такие маленькие, такие славные. Я не успела убрать своих куколок после съемки и после того, как я за ними ухаживала. Они остались в этой комнате, куда и пришли гости. Они увидели и начали играть. Не знаю, как они играли. Я не была рядом. Но я видела только момент, как он сломался. И мне было так грустно. Родители меня сразу не показали. Но после этого, как они заметили, что я прижимаю к себе Сережу и плачу, они меня спросили, что случилось. Я им показала и спросила, можно ли его починить. Они сказали, что не знают. Никогда такого у них не было. Поэтому я и хотела спросить у вас совет. Напишите в комментариях, возможно, починить, приклеить, что-то сделать с его головкой, чтобы только с ним было все нормально. Сейчас все думают, что он болеет. Ну а я хочу вам показать его первые вещички. Все вещи на него были большие. Но это же куколка, бэби-борд. Не новорожденный, а самый-самый малюсенький. Я спрашивала у родителей, мама, папа, я тоже была такой маленькой. Родители сказали, что нет, чуть-чуть побольше. Поэтому я сказала, ну в чего же мне его одевать. И попросила у своей тети, которая была в Америке, прислать ему вещички. Смотрите, две тети откликнулись. Одна из Америки прислала, а другая сидела ночами и днями. И вот смотрите, что получилось. Она так долго трудилась, моя тетя со стороны папы, и связала такую миленькую шапочку. И не только. Смотрите, какая миленькая шапочка с пумпончиком. Такая гладенькая и мягкая. Еще она связала еще одну шапочку. Такая персиковая и оранжевая цвет. Она такая все-таки красивая. Правда, ребят? Еще что она тут связала? Еще шортики ему связала. Мы еще в этих шортиках видео снимали. Смотрите, тут резиночка и зеленые шортики. Такие же шортики, только розовые, связала моя тетя и для Амелины. Еще костюмчик связала. Серенький такой, красивый. Я его одевала, но сейчас он у Сережи уже вырос. А, еще мои родители подарили Сереже вот этот джинсовый костюм. Джинсовка, я говорю, джинсовка. Хотя это неправильно. Это джинсовый костюм. Далее костюмчик, в который был Сережа одетый в комплекте в коробочке. Боди и последняя такая вот мастерка. Боди, мастерка и вот этот костюм с Америки. Они специальные для новорожденных. Ребят, не забудьте написать в комментариях способ, чтобы вылечить Сережи. Сейчас он болеет. Ну а вы не забывайте ставить лайки, поддерживать меня хоть как-то. Писать позитивные комментарии и подписываться на наш канал. Играем в Серочка-Инфо. Ну-ка, покажите всем пока. Пока-пока. Привет, с вами Ирочка и мой Сережа. Вы смотрите видео на канале Ирочка-Инфо. Я ждусь не дождусь вам рассказать о том, что у нас произошло. У нас выпал первый снег. Его уж не так много, но для Сережи это нормально. Я его тепло одела, чтобы он не замерз, мой хороший. Субтитры сделал DimaTorzok